Как зарабатывать на майнинге, трейдинге? У нас тут будет и код, и вас тут разорвут просто технической стороной. Поэтому я немного расскажу о компании-организаторе, это Distributed Lab, если кто не знает. Компания занимается разработкой блокчейн-проектов, это центр разработки блокчейн-решений для финансового рынка. Также мы занимаемся организацией блокчейн-эвентов каждые полгода и также повышаем уровень образованности Украины и строим блокчейн-комьюнити. Первый наш спикер это Андрей Хавриченко, он блокчейн-архитектор в The Market и SEO компании 42 Coffee Cups. Спасибо. А можно на весь экран как-то... Это, это, это... Это максимум, что у нас есть? Нет? Ну, попробуем, хорошо. Я известен как крайне плохой публичный спикер, поэтому я заранее прошу прощения. Я постараюсь пробормотать свой доклад как можно быстрее, чтобы как можно быстрее перейти к вопросам-ответам. Ну, и часто буду втокать свою шпаргалку. Итак, сегодня я хотел рассказать про то, как дизайнить монетарные системы. Более популярный запрос сейчас это, а вы можете нам дизайнить токен-экономику? Почему это стало актуально сейчас? Раньше... Ух, как мы листаем. Раньше здесь занять денежную систему, это был шанс, который выпадал один раз жизни, каким-нибудь высококвалифицированным экономистам, работникам центральных банков и так далее при выпуске своей собственной валюты. Сейчас это каждодневное занятие многих и многих разработчиков по тому, как запустить свою собственную валюту стало не сложнее, чем склонировать репозиторий в GitHub, поменять пару констант и задеплоить у себя и своих друзей. Для того, чтобы разобраться с этой темой, надо сначала вспомнить определение. Что такое деньги? Обычно определение денег это medium of exchange, как это будет по-русски, средство обмена, которое обладает простыми свойствами, полезными для обмена свойствами. Оно надежно, оно не теряется, не истирается, а его достаточно легко передавать, переносить. Оно легко делится на мелкие части. Эти мелкие части, похоже, в идеале совпадают друг с другом. Количество этого предмета ограничено и добыть его сравнительно сложно. И большинство людей его принимает как деньги. Мне классическое определение не очень нравится, потому как я считаю экономику вообще лженаукой. Поэтому я пошел искать определение у автора в австрийской школе экономика, которая более близка к реальности, на мой взгляд. Ротборд дает ровно то же самое определение. Деньги это medium of exchange, та вещь, которую меняют на товары и услуги, принимают в качестве окончательного оплаты за какие-то действия или услуги на рынке. Пришлось перейти к определению из первых основ. На самом деле денег нет. Деньги это такая удобная общепринятая галлюцинация. Те, кто постарше, очень хорошо помнят, что стало с советским рублем, потом с купонокарбованцем. По-моему, все в этом зале помнят финансовые кризисы у нас, когда внезапно деньги начинали стоить в разы меньше. На самом деле существует денежное поведение. Это значит то, что каждый из нас готов принять бумажку или знаки на экране в качестве оплаты за свой товар или за свои услуги. Давайте из этого и исходить. Следующее. Что такое монетарная система? Это система правил, которая и определяет, какое денежное поведение участника в системе будет допустимо, а какое нет. То есть это правило, по которым мы проводим транзакцию. Например, в биткоине это то, что мы берем unspent output и куда-то его отправляем на один или несколько адресов. В банке это означает, что вам нужно пройти KYC, AML, сдать кучу бумажек, для того, чтобы вы смогли получить кредитку и оплатить счет за мобильный телефон. На личных платежах это просто то, что вы передаете одну раскрашенную бумажку из своих рук другому человеку. И третий фактор, который определяет монетарную систему, это по каким же правилам у нас меняется money supply, количество денег, которое у нас есть в обороте. Давайте сейчас проверим, насколько эта концепция понятна. По оси X у нас время, по оси Y у нас количество денег. На что такая схема эмиссии похожа? Кто знает? Да, это типичная ICO до 2017 года. У нас одна стадия. В момент создания токена мы выпускаем все монеты, которые будут доступны на рынке. Следующий вариант. Я буду мышкой, курсором, а не кликером. Так будет надежнее. На что это похоже? Изменение money supply, изменение количества токенов в зависимости от времени. Еще раз. Это тоже ICO, но так как стало проводить модно в прошлом году. Пре-пре-ICO, потом пре-ICO, потом проводим один раунд ICO, потом проводим второй раунд ICO. И наконец-то тут мы говорим, все, у нас токенов хватит. Вот теперь эти, допустим, 100 миллионов токенов и будут составлять весь наш money supply. Следующий вопрос. Это на что похоже? Это точно тот же график, но стадии названы по-другому. Так меняется количество выпущенных акций в классическом стартапе, который финансируется венчуром. Вон у нас стадия ангельских инвестиций, потом у нас идет SEED, потом раунд A, раунд B. Подсказки нет, подсказки нет. Чей этот money supply? Конечно, это биткоин. В пике у нас 21 миллион, когда-нибудь там будет в 2000, не помню. Врачи обещают, что я до этого времени не доживу. Чей это money supply? Кто? Я не вижу, не слышу. Нет, это не эфир. Еще идея. Еще раз. Что значит любая? Биткоин только что мы посмотрели, там другое. Нет, это не альткоин. Обычные деньги, бумажные, которые теряются все время. Это доллар. Так вот, когда вы дизайните свою монетарную систему в своем проекте, вы можете выбрать любой вариант из этих или придумать свой. Процесс выпуска токенов, это на самом деле инфляция. Вы увеличиваете поток, количество токенов в вашей экосистеме. Если ваша реальная экономика внутри вашего проекта растет, то есть увеличивается объем товаров, услуг, которые вы обслуживаете, поведение цены будет одно. Если у вас объем экономики стагнирует, остается тот же самый или падает, ну, давайте посмотрим. Вот у нас типичная картинка, если мы работаем в... Если мы провели ICO, выпустили сразу все токены, и у нас экономика успешно растет, экспотенциально. Вначале у нас на один объем товара, который мы продаем в нашей экосистеме, будь то это юнит вычислительных ресурсов, или гигабайт сохраненных данных в облаке, или... Что нам в эфире продается? Такты всемирного компьютера. На один юнит товара, который мы продаем, у нас очень много токенов. В результате цена его близко к нуля. По мере того, как у нас растет количество реальной экономики, количество реальных транзакций, которые мы обслуживаем, поскольку у нас money supply фиксирован, и ему нужно обслуживать все больше и больше транзакций, количество выпущенных токенов на единицу товара резко падает, а цена его, соответственно, растет. Если у вас в экономике стагнация, картинка получается совершенно другая. Мы начинаем ровно с того же места в кривой, которое было в начале, в плане количества токенов на одну единицу товара, которым мы обменим в своей экосистеме. Но поскольку это количество не растет, а снижается, то люди не хотят... Это означает, что люди не хотят пользоваться вашим проектом. То количество токенов на одну единицу товара увеличивается, и цена его падает. Я не считаю экономику, особенно макроэкономику, наукой, тем не менее там есть одно полезное уравнение. Кто знаком с уравнением, показанным на этом экране? Это уравнение, которое связывает денежную массу, скорость обращения денег и количество и цену товара, которое ваша экономика должна обслуживать. Самый полезный способ анализа токенов на экономике, который я сейчас нашел, это рассматривать ваш токен, ваш проект, как отдельную суверенную валюту. Поэтому именно в этом случае это уравнение полезно. В данном случае М – это количество токенов, которые у вас сейчас выпущены. В – это скорость обращения ваших токенов. П – это цена того цифрового ресурса, который вы продаете в своей экосистеме. И Q – это количество ресурса, которое ваша экосистема обслуживает. Поскольку, как правило, инвесторов и разработчиков в проекте интересует цена токена. Или тут кого-то цена биткоина не интересует. Это уравнение решается. Находится M. И понятное дело, что чем больше экономика, P умноженная на Q, у вас обслуживается, тем цена вашего токена выше. Это мы увидели на предыдущих графиках. В знаменателе у вас стоит V – скорость обращения денег. Таким образом, для того, чтобы поднять цену токена, вам стоило бы замедлить скорость обращения денег. Но если вы это будете делать руками, например, требовать принести справку в банк, из ЖЭКа на каждую транзакцию, требовать мокрую подпись и печати, ну, вы понимаете, что случилось с вашей токен-экономикой. И вы можете понять, почему это требует у нас в банках. Им же нужно как-то сдерживать цену тех бумажек, которые они напечатали. Итак, для того, чтобы поддержать или увеличить цену токена в вашей ЭК-системе, после того, как у вас проект запущен и скорость эмиссии токена определена, вам нужно регулировать скорость обращения денег. Административными мерами вы этого сделать не можете. Что же нужно сделать? Что же можно сделать? Еще два полезных определения. Первое, FreeFloat, это те, кто хотя бы раз смотрел цены акций на Yahoo Finance, на Google, на Nasdaq, знают, что это такое. Это количество ценных бумаг, которые находятся в свободном обороте. HODL, знают все, кто интересуется криптовалютами. Это те люди, которые держат ваш токен и не будут с ним разлучаться по тем или иным причинам. То есть, скорость обращения токенов, которые у вас находятся в FreeFloat, в свободном обращении, определяется исключительно технологически. Она может быть очень большой. Скорость обращения токенов, которые находятся, ноль. Таким образом, при дизайне вашей денежной системы вам нужно придумать способы, каким экономические вознаграждения, по которым токены будут вводиться в оборот, например, майниться, и причины, по которым люди будут держать этот токен у себя в резервах и не использовать для покупки. В случае Proof of Stake, это, например, стейкинг. Чем дольше вы держите монеты у себя, тем больше вы сможете заработать. В случае биткоина, это религиозные убеждения. И, в частности, убеждения в том, что фиатно-экономическая система рано или поздно грохнется, чему наши регуляторы прилагают неимоверные усилия. Итак, выводы, итоги. Первое. Дизайн денежных систем, дизайн токен-экономики, это горячая тема. Любой, кто был связан или связан сейчас с ICO проектами, не в плане купить, продать, а в плане разработать, знаком с вопросом, вы не поможете нам с дизайном токен-экономике? Второе. То, что вы можете поменять или определить до запуска проекта, это ваш токен-эмиссион-скедюл, правило, по которым имитируются токены, график зависимости от времени. Третье. То, на что вы можете влиять после запуска проекта, это ваши краны, источники, откуда появляются токены, и сливы. Причины, по которым люди будут ходлить вашу монету, а не использовать, не менять на что-нибудь другое. Термин, между прочим, я украл из гейм-дизайна. И четвертое. То, над чем у вас есть иллюзия контроля, но вы вряд ли сможете когда-нибудь адекватно влиять, это на то, как реально растет ваша экономика или стагнирует. Потому что это зависит не от вас, а от поведения людей, которые будут использовать ваш проект. Заранее вы этого не знаете. Поэтому хочу закончить всем знакомой фразой. Господи, дай мне мудрость, дай мне силы принять то, что я не могу изменить, дай мне силы изменить, мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Спасибо. Вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Павел Поляков. Как вы думаете, какое ваше видение относительно криптовалюты? Вообще? Вообще. Спасибо большое. Я как криптоэнерхист со стажем, у меня видение очень простое. С технологической стороны это новопроводная технология, которая поменяет способ работы, уже поменяла способ работы с данными в распределенных системах кардинально. Раз, открыть технологию невозможно, как известно. Это бы оставалось простой технической игрушкой гиков, если бы банковская система продолжала работать так, как она работала хотя бы еще 100 лет назад, еще лучше 150. К сожалению, я подсказываю только личное мнение. Банки спелись с политиками и увидели простой и, казалось бы, неисчерпаемый способ финансирования финансирования своих желаний за чужой счет. вы видели график эмиссии доллара. Доллар будет иметь ценность ровно до того момента, пока не найдется лучший способ обслуживать экономические транзакции и размер экономики, которую обслуживает доллар, доллар будет расти. Сейчас давайте я найду этот график. Сейчас доллар печатается дикими темпами. Видно пик 2008 года. И рано или поздно эти нависающие деньги хлынут в оборот. Экономика не отреагирует теми же эффективным ростом. Что было при массовой печати гривны, мы все знаем. Свеженапечатанная гривна тоже перетекала в доллар. При следующем кризисе масштаба 2007-2008 года федеральная резервная система ощутит себя в роли Центрального банка Украины. Весь напечатанный доллар тоже перетечет биткоины в другие криптовалюты. Сейчас это ограничивается технологическими проблемами масштабирования сети биткоина и альтов и административную. Сейчас если вы сделаете транзакцию или будете тем более будете делать регулярно транзакции в фиате на бирже обменки ваш аккаунт попадет в список подозрительных и у вас будут регулярные неприятные разговоры с менеджерами банков. Открыть аккаунт фиатный под криптопроект практически нереально. Биржи ужесточают регулирование и вводится больше и больше лимитов. Это делается как раз для того, чтобы уменьшить скорость оборота фиатных денег и сохранить их ценность. Но поскольку реальный прогресс остановить нельзя, раз изобрести закрыть уже однажды открытое невозможно. Люди будут тратить фиатные деньги, которые обесцениваются и будут сохранять крипту, которая рано или поздно растет в цене. Достаточно посмотреть график цены биткоина. Месячные бары сглаженную кривую. В конечном итоге это приведет к тому, что вся экономика будет обслуживаться криптовой. Вот такой вот длинный ответ. Первый был. Дякую за доповедь. У меня два питания, одно не питание. Загалом инфляция это не так погано. Если инфляция подкреплена реальным экономичным ростом, то друкуются новые доллары, которые инвестуются в реальный бизнес, в реальные инновации. ци инновации приносят больше каких-то ценностей и тогда все нормально. На прикладе Украины и долара это не совсем правильно сравнивать, потому что в Украине друкуем гроши, проедаем, пенсионерам друкуем новые гроши. Ниаких инноваций немає. Рано чи пізно система колапсирует. Тому не так страшно инфляция доллара, но кто знает, как оно происходит. Поэтому надеяться на то, что там все честно, я думаю, не приходится. Мое вопрос наступное. Сейчас фактически 95-99% всех токенов это просто способ заработать гроши. Но в мире есть тысячи реальных компаний, которые делают реальные продукты и приносят реальный прибуток. Сейчас эта схема проходит через IPO, выходить на стандартные финансовые рынки и таким чином функционирует. Но большинство обмежено и не может брать участь в здоровье экономике, хотя она не совсем здоровая, но так. С появи криптовалют это стало возможно. Можно краудфандить, можно быть ангелинвестором, даже если у тебя 100 долларов в кишени, ты можешь стати ангелинвестором. То есть когда возможно станет перетекание або токенизация стандартных фондовых рынков, бизнесов и так далее. Яке твоё бачение стосовно этого? Когда это станет, будет государство воювать с этим или нет? Я российский не против. Смотри, по поводу инфляции, по поводу того, хорошая инфляция или плохая. токен график цены токена в терминах реальных предметов, если у тебя экономика растёт. Если у тебя экономика падает, зависимость абсолютно противоположная. противоположная. Поэтому я не считаю, вот именно исходя из этих двух графиков, я не считаю инфляцию хорошей. Инфляцию можно не замечать до тех пор, пока она меньше, чем рост экономики. Проблема заключается в том, что рост реальной экономики ты никогда не можешь померить, потому как это не тысячи, это не миллионы, это сотни миллионов разных предметов и услуг, которые в принципе не поддаются учёту. Советский Союз попробовал это дело. Тот, кто жил в Советском Союзе, помнит, насколько мягко говоря, бедным был выбор. Система планирования и учёта не справлялась даже с этим. Поэтому при попытках управлять инфляцией любыми доступными сейчас инструментами регулятор всегда будет промахиваться, либо создавая инфляцию побольше, чем нужно, либо поменьше. Относительно эти графики были составлены в случае тогда, когда у нас количество токенов фиксировано, они больше не выпускаются. А теперь представь себе, что будет на этом графике. экономику будет мягко говоря, лихорадить. Относительно финансирования проектов стандартными средствами, традиционными средствами и через крипту. Да. Давно с 10-го, 11-го, 12-го года это широко обсуждалось. Первые ICO прошли в 2013 году, не совсем удачные проекты были, но тем не менее. И все тогда считали, что за ними будущее. Перелом наступил в прошлом году. тогда, когда люди увидели, что деньги поднимать через ICO, через краудфандинг, через криптовалюты. Давайте назовем это так, потому что с ICO уже слишком много скама ассоциируется. Во-первых, дешево, во-вторых, быстро, и в-третьих, самое главное, из-за этого выходят успешные проекты. В прошлом году объем средств, поднятых через краудфандинг в крипте, впервые, по-моему, превысил объем венчурных инвестиций во всем мире. Реакцию регуляторов заметили? Тут же нажать на тормоза, найти наиболее скамовые проекты, показательно их жестоко растерзать, этого нету в новостях пока что увидите. Я готов поставить на это деньги, что они сядут по максимуму и оштрафуют их по максимуму. Все для того, чтобы система венчурного инвестирования дальше оставалась под контролем и доступна только тем людям, у которых и так уже есть деньги. вы в курсе кому кто сейчас в Соединенных Штатах может вкладывать в рисковые проекты, кто может заниматься ангельскими инвестициями, венчурными и так далее. Если у вас ассетов больше, чем несколько миллионов долларов, например, вы их унаследовали, вы считаете, значит, вы якобы достаточно разумны для того, чтобы принять взвешенное финансовое решение. Если вы инженер-разработчик с 20-летним опытом, но у вас нету миллиона долларов за декларированных интернал ревеню сервис, вы, наверное, слишком тупые для того, чтобы вложить ваши сэкономленные 100 баксов в краудфандинг эфира, например. Что будут делать регуляторы? Регуляторы будут дальше тормозить этот процесс. Поможет это им? Не поможет. В конечном итоге все равно найдется способ обойти регуляторные запреты. Я над этим тоже работаю. И краудфандинг через криптовалюты будет доступен и дальше многим. Создание таких проектов будет как и до середины 2017 года достаточно сравнительно быстрым, дешевым способом поднять деньги на ваш проект. Но я не обещаю, что можно будет поднять миллионы или десятки миллионов, потому что конкуренция среди проектов будет очень высокая. окей. Окей. как антистов прохносизм. Значит, доллар своей позиции как способ надувать украину, да, после 2020 года. Сейчас третьим может быть надуванием ну, как бы усырей, в том числе есть его фректакль, а что за? Да, вот, когда это устаканится, когда все регуляторы думают, что это лучше регулировать, да, в случае это понравить, какие прогнозы будут, да, что будет здесь есть какая-то прогноза или какие-то предприятия? У меня нету точного прогноза со сроками, я могу оперировать тут только качественно. К сожалению, регуляторы этого не пойму, потому что крипта сдизайнена специально так, чтобы быть устойчивой к цензуре и не поддаваться регулированию. Можно сказать, можно это сформулировать по-другому. Крипта регулируется намного лучше, чем фиатная валюта, она регулируется кодом проекта. Именно это и не устраивает организации регуляторов. Они хотят, чтобы экономика и дальше регулировалась ими в закрытом режиме, и они принимали решение о том, сколько и кому денег выделять. Что дальше будет? Рано или поздно будет сделана очередная катастрофическая ошибка в попытках регулирования экономики и ликвидность. Сначала ликвидность, а потом и нормальная экономическая активность переместится в крипту. Потому как с фиатными валютами будут поступать ровно так же, как поступали в первой половине 90-х с купонок агонцами. А сейчас как в Венесуэле валюта называется? С боливаром Венесуэля. Нет, Петро не могут купить даже сами венесуэльцы. Там нужно стоять дикие очереди, принести справку с ЖЭКом, флюорографию и так далее. Спасибо большое. Очень такая хорошая презентация. очень круто было с графиками. У меня два вопроса. Смотрите, вы сейчас упоминали СССР, это плановая экономика, экономика, которая сейчас, модель экономики, это долговая. А цифровалютами и криптоэкономика, токенэкономика, это совсем другая модель будет. Это уже будет по-другому будет какое-то планирование, внедрение и реализация в реальном секторе экономики, уже будет совсем по-другому работать. Не так в этих традиционных экономиках. Следовательно, у меня к вам вопрос, а какая по-вашему может быть справедливая эмиссия? То есть, как можно справедливо эмитировать? Например, как вы это видите? Потому что в любом случае неизбежны манипуляции с двух сторон, и с рынка, и со стороны вендора. Он их может токены сжигать, может выпускать, может манипуляции в любом случае неизбежны. Ваше видение справедливой миссии. И второй вопрос. ICO уже прошло, как бы мы уже такое есть, и негативное отношение к ICO, и позитивное. Мы уже подходим к тому, что уже говорят эра ICO 2.0. То есть, это подразумевает, что уже будут какие-то шаблоны, вайтпепперов, роудмапов, проведения про ICO, уже будут пихать адвайзеров, потом будет компания, которая вставляет рейтинг, это будет рейтинг агентства типа Future, Moody's, что-то из этого, потом это будут выводить на рынок, и соответственно уже будет какая-то история у этого ICO. Правильно это, неправильно, и вообще, ну вот ваше видение ICO 2.0. Какое должно быть правильное, справедливое, честное, работающее ICO 2.0? Спасибо. Во-первых, я сразу скажу, справедливого не существует. Я разочарую. Всегда кто-то останется обиженным. Поэтому способ эмиссии в вашем проекте в принципе любой, лишь бы он был известен заранее и не менялся потом. Тезер? Нет, неизвестен. У Тезера есть мастер-ключ и как это правильно сказать, операторы, владельцы Тезера рисуют себе столько токенов в тот момент, сколько им нужно в тот момент, когда им нужно. в тот момент, если у вас эмиссион скедюл, токен сапплай прибит гвоздями в коде, пусть это будет код, например, код биткоина, код ноды вашего блокчейна, код смарт-контракта и он неизменяем. Это на порядке лучше, чем тезер или доллар. Дальше другой вопрос, что вы с этим будете делать, потому что у вас все равно остается неподконтрольна динамика вашей экономики и вы лишь можете влиять на инструменты, которые освобождают денежную массу, массу токенов или ее наоборот консервируют. Так что на первый вопрос ответ будет любой, лишь бы он не менялся. Хотите самый простой способ, выпускайте все токи с самого начала и все. Второй вопрос. Давайте я его формулирую немножко по-другому. Как бы я делал проект? Окей. Потому как опять-таки справедливый способ и новый ICO 2.0 я предложить не могу. Зато я точно знаю, как я планирую сейчас свой проект. В моем проекте эмиссия будет похожа на вот эту, только наверное немножко более крутая. Большая часть токенов будет выпущена в начале проекта и инфляционно, как у биткоина. И чем дальше, тем меньше будет генерироваться. Это то, что относится к токен supply. Мы оставим, поскольку над проектом мы работаем уже достаточно давно, мы команде оставим небольшой размер токенов в качестве так сказать компенсации за те деньги и время, которое мы уже вложили в проект. А дальше будет зависеть от того, насколько активно экосистема будет его использовать. в качестве faucets, в качестве источников токенов у нас мы будем использовать простую эмуляцию Proof of Stake. То есть если у вас есть токены, вы их можете держать у себя в кошельке и периодически дергать, периодически у вас туда будет капать пропорционально той сумме, которая у вас есть. При этом для того, чтобы вознаграждать дополнительно ожидания, чтобы вы не двигали эти токены, сумма будет зависеть не только от времени, которое у вас токены находятся без движения, но и будет пропорционально фиксированной сумме. То есть поскольку я являюсь разработчиком Дэши, я очень хорошо знаком с этой системой, вот у Дэши есть, если вы держите тысячу Дэши, у вас есть сформированные мастерноды и вы зарабатываете деньги. Вот где-то так. Мы разрабатываем искусственный интеллект, который будет помощником разработчиков. Надеюсь, в каком-то будущем достаточно обозримом он заменит рутинную работу разработчика. Дэвнул AI. Физически убивать не будет, но у плохих разработчиков появится достойный конкурент. искусственный интеллект будет писать код за плохих разработчиков. Хорошие разработчики это те, которые заинтересованы решать задачи заказчика, скажем так, а не поиском оправдания, почему они этого не сделали. Я на эту тему могу очень долго разглагольствовать, потому как я строил разные команды разработчиков 20 лет, наверное, к этому моменту. И я, наверное, повидал любых. К сожалению, большинство не дотягивает до того уровня, который я бы хотел. Я пришел к выводу, что мне будет проще написать искусственный интеллект, который занимается разработкой, чем учить. украинских разработчиков работать качественно и эффективно. Все. Больше вопросов нет, я так понимаю. Спасибо. Я прошу вас подождать пять минут, потому что следующий спикер Паша Кравченко стоит в пробке. поэтому можете позадавать вопрос Андрею. Про что еще рассказать? Про кардана не расскажу. Не специалист. Я так из услышанного понял, что все будет токенизировано. Какой ваш прогноз по курсу биткоина, то есть если все будет токенизировано и весь фиат перейдет в крипту. Ваш прогноз, просто число можете какое-то назвать? Давайте я начну с длинного варианта ответа. Я по образованию химик и занимался вычислительной химией, квантовой химией. Соответственно квантовую химию и физику я знаю очень хорошо, можно сказать, с детства. Принцип неопределенности Гейзенберга. Гейзенберга кто-то помнит? Мы не можем знать одновременно позицию и скорость и вариант импульс элементарной частицы с произвольной точностью. Так что я вам могу назвать или число или дату. Я так думаю, что число интереснее. Давайте посмотрим таким образом. Помните то уравнение, я сейчас попробую его найти еще раз. Вот оно. и применим его к биткоину. Между прочим, идея опять-таки не моя. В сентябре в медиуме один венчурный капиталист, который активно занимается инвестициями в ICO, опубликовал очень хороший, очень детальный пост по поводу того, как он анализирует и прогнозирует цены на токены и принимает инвестиционные решения. И давайте посмотрим. Вот у нас количество M биткоинов оно у нас ограничено. Оно не будет 21 миллион, потому как куча биткоинов потеряна и так далее. Скорость оборота у нас более-менее фиксирована, потому просто-напросто скорость экономической активности людей не бесконечна. Мы можем делать покупки раз в день, мы можем делать покупки несколько раз в день, мы можем даже их делать несколько раз в час, но вряд ли мы будем это делать сотни раз в секунду. Соответственно, M у нас ограничено, скорость оборота тоже ограничена сверху, на цену биткоина, как и любой другой криптовалюты, будет влиять исключительно объем экономики, которую она обслуживает. Поскольку биткоин в терминах австрийской школы экономики является хорошими деньгами, а фиатные деньги являются плохими деньгами, они портятся со временем, то экономическая активность будет постепенно перетекать в криптоэкономику, обслуживаться все больше и больше криптой. И вот я попытаюсь сейчас вспомнить примерные цифры. Объем биржевых торгов нет, по-другому. Доллар, золото, все биржевое золото стоит по-моему 4 триллиона или что-то порядка того. Если сравним с этим объем пересчет в биткоин, поделите 4 10 триллионов на 21 миллион, вы получите примерно стоимость биткоин. Золото, я напомню, используется в качестве safe haven в безопасном убежище трейдерами в случае каких-то финансовых катаклизмов. Объем финансовых активов, которые сейчас оборачиваются в мире, что-то порядка сотен триллионов долларов. Если вся финансовая активность пересчет в биткоин, он будет стоить даже не миллионы за единицу. поэтому Макафи хоть и ведет себя откровенно, имеет все шансы выиграть пари. Так что миллионы, но не скажу когда? Если если М0, да, где-то так, но не только доллары используются в экономическом обороте. Proof of stake. Я розумію, чи він вигідний для вас, а чи він буде вигідний мені, як держателю. То есть, по суті, я буду мати какую-то кількість монет, которые будут увеличиваться из-за того, что я их не буду снимать. Но это будут виртуальные цифры, которые будут ростить, и я не хочу их снимать, потому что я буду понимать, что чем дольше будет тримать. Вам это, конечно, классно, курс там не падает, не росте. А вот думаете, людям это правильно, цикаво будет? Это виртуальное накопичение цифр, которое, по суту, ничего не несет. И я же потом не захочу их сняти, потому что если и втрачу, то потом скорость нарастания будет меньше, соответственно. Не понимаю корыстей. в какой-то момент у вас все равно появится желание потратить хотя бы час этих денег. понимаете, даже скручь Макдак деньги свои тратил. Поэтому вы начнете их тратить когда-нибудь хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что это не виртуальные фантики, а реально что-то, что вы можете поменять на нужные вам товары или услуги. В моем проекте они будут использоваться. Мне нужно очень много GPU. Proof of Stake я планирую использовать исключительно потому, что это удобная модель и удобный и понятная модель эмиссии, которую не нужно будет дополнительно объяснять потенциальным покупателям. Передаю микрофон второму докладчику. Что вам inas готовы пробовать о .